Отдельная и очень важная тема, отмеченная президентом в послании, это проблема переработки отходов. Владимир Путин призвал создать цивилизованную и безопасную систему утилизации мусора. Как собираются наводить порядок в этой сфере, выяснял Денис Алексеев. Не превращать работу в профанацию. Так Владимир Путин начал тематический блок послания, посвященный переработке мусора и деятельности компаний по сортировке отходов. Процессу новому для страны, а от этого еще более актуальному. С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами и переработки утилизации. Навести порядок в сфере, которой не занимались фактически никогда, быстро не получится, отмечает Путин. Но этот вопрос стоит уже настолько остро, что без усиленного контроля со стороны федеральных и местных властей не обойтись. Тема незаконных свалок на особом счету уже как минимум год и в Кремле. Мне лично приходилось смешиваться в некоторые вопросы. Несколько раз приходилось говорить и Министерство внутренних дел, и прокуратуре. Знаете, удивительно, еще раз хочу сказать, но почти ничего не двигалось. Пока просто в явочном порядке дал команду выставить охрану, там никого не пускай. Только так работает. Потому что вот эти мутные так называемые конторы, они на этом наживаются. И наживаясь на этом, обеспечивают свое благосостояние неплохо. И свой бизнес, так называемый, прикрывают. Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенные гражданские контроли. В том числе, опираться на общественных и экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти. Под усиленный контроль Путин поручил взять и цитата «горы хлама вблизи жилых кварталов». Застройку микрорайонов в притык к мусорным полигонам. Выдача документов на постройку жилых комплексов в таких условиях должна проверяться более тщательно, с учетом интересов потенциальных жильцов. К сожалению, ситуация запущена. И то, что очень важно, мне кажется, что прозвучало, это то, что у нас должна быть система принятия решений, абсолютно прозрачная и понятная для людей. Она должна учитывать интересы людей, их мнения и заботы. Почему? Потому что, действительно, если дают разрешение на строительство домов рядом с такими полигонами, то это изначально обрекать людей на некомфортные условия, а иногда даже и опасные. Переходить от осознания проблемы к реальным действиям по ее ликвидации в ближайшие два года, закрыть и рекультивировать 30 крупных проблемных свалок. Это программа минимум. По максимуму за 6 лет полностью покончить со складированием отходов. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора. И положительные результаты в этом направлении уже имеются. Одной из первых на новую модель обработки мусора перешла Саратовская область. За полгода Энгельский новейший экотехнопарк уже переработал более миллиона кубометров мусора. Пластик, картон, бумага и стекло идут на вторичное производство. 35% всего выбрасываемого мусора это тот вторресурс, который можно вернуть в хозяйственный оборот. Не только экологично, но и экономично. За отсортированными отходами перерабатывающие компании в очередь выстраиваются. А в Челябинской области на мусороперерабатывающем заводе Копейска все то, что нельзя переработать, дробится и измельчается. На выходе что-то вроде бумажного конфетти. Вторичное топливо. Его производство пока в рамках пилотного проекта. Его уникальность в том, что его калорийность в 2-3 раза выше, чем у природного газа. Топливо очень востребовано. Мы производим сейчас 20 тонн в сутки. Его готовы покупать Коркинский завод цементный до 100 тонн в сутки. Сортировка и переработка мусора в России началась в рамках нацпроекта «Экология». К 2024 году в стране планируется ввести новые предприятия по переработке отходов общей мощностью почти 40 миллионов тонн. Денис Алексеев, Сергей Арсеньевичев, Кирилл Солодков. Вести.